Так, это у нас вечер, 22 минуты на моих десятого часа уже. Сегодня у нас был сочинник, наперзаюсь с Даниэлем. Сейчас вот поужинали недавно, после вечерних занятий по скайпу. Вот здесь вот Иначе Иначе уже отключил свой компьютер и уже прилег. Мы с Никитой еще пока бодруствуем. Учетки его Иначе для ночной молитвы приготовленный телефон под рукой тут. Вот я тут за компьютером сижу, перепечатаю один день святой жизни одного митрополита. Иначе начинай. Начинай. Я только лег. Вы о чем-то размышляли сейчас вечером? Погромче говорю. Ира, о чем-то размышляли вечером-то? Да что размышляют? Я дома один остаюсь и все, только молись да размышляю. Я много смотрю роликов разных про смерть. Я узнал уже много-много вариантов. Смерть Гитлера как Гиммлера, Геринга, Гесса, ну всех-всех-всех. Муссолини, Сталина, Ленина, Брежнева, Хрущева, Берии. Да сколько раз посмотрел все смерть, о смерти. Сегодня много смотрел, там о масонстве. Что там открыл сотрудник разведки Джон Колейман, там Бильдербергский клуб. Это Мишель Абамба там королеву Нидерландов обнялась сзади. Так это нельзя по инструкции. Апостол Павла, думаю, на шею падали, целовали. И вот думаешь, они там готовят 300 человек, готовят экономисты главные, и что будет. И тут почему сейчас такое отношение. Израиль может по Ирану ударить. Вот потому что Китай сейчас там процентов 60 восточной нефти берет для себя. Это все наворачивает, наворачивает. И ничего этого знать не надо. Ничего нельзя. Во-первых, никакой роли не играет, что я знаю, не знаю. И нужно согласиться с тем, что будет так, как Бог назначил. И вот так задумываешься, что сеет человек, кто и жнет, какие правители были. И от этого ничего не зависит. Теперь только вот он умер. И где он там? Я как-то во сне видел огромная-огромная печь такая, как вот в Освенции. Печи были, крематории. Ну, высота такая, топка здесь. И печь, метров шесть высота ее. И на скамейке сидит маленький-маленький Ленин. Грязный такой. Рядом, кажется, Гитлер сидит. Тоже руки между колен. И вот таким крючочком сидят они. Ну, против этой печи они козявки. И думаю, обились за власть. И вот он имел, Гитлер, связь какую-то с потусторонними силами, то есть с сатаною. А этого ничего не надо. Вот я что считаю? Я люблю документальные фильмы. И смотрю. Смерть. Ты умрешь. Все кончилось. А надо ли знать? Ну, узнать неплохо, конечно. Но это... От этого знания ничего не изменится, во-первых. А во-вторых, ты об этих людях, когда думаешь, и думаешь, они чего-то достигли, имели. Фараон там был, это далеко очень. И вдруг стерто все, сгнило, сотлело, нигде ничего нет. А что? Одиннадцатая глава, третья книга Ездоры. Вот. Шестнадцатая глава. Евангелие от Луки, богач в преисподней, в гиене, в аде, в будущем в ухах, поднял глаза, увидел Лазаря. Это все уже потустороннее. И поэтому, ну, менять что-то, вот, какие-то революции, пучи, подкупы, это такое далекое от души. Душа. Я пристану перед Богом. Я вот ложусь спать сейчас, и я вот об этом только думаю. Лег, и у меня интересно, сны такие. Я все где-то аудиторию достаю, как в университетах вел занятия. И с ректорами договаривались два-три, чтобы университета сразу вести. У меня сны, как наяву, цветные. Кино настоящее. Приезжает много людей, я выступаю перед ними. А себя мертвым не видел ни разу. Я даже, а может, был где. И все где-то я, где-то высоко-высоко. Это, говорят, гордость там, все это. Ничего не знаю. И как я оттуда спускаюсь, вот, до каком-то аппарате поднимаюсь. Потом опускаюсь. Это все вижу во сне. И размышления о жизни и о смерти. Как-то раньше первый раз я вздрогнул, когда исполнилось 25 лет. 25! Четверть века! Ой-ой-ой! А вот когда 50 исполнилось, тут как-то уже прошло. А когда 75, и трын-трова, как говорит, телега, как пишет Пушкин. Все. От жары покатился, ядрена такая. И главное, нисколько не думаешь уже, сколько осталось. А уже ничего не осталось. А уже маленечко вперед просматриваешь. Опыт-то есть. И как летом я ребятишек набирать буду. Как объявления давать. Где быть. Сейчас покупать комбайны надо эти, кухонные. Хотя бы три. На три дома. Средства очень большие. И размышления-то как бы о смерти. Да думаю о живом. Ну не для себя это все. У меня это все есть. И вот когда рассуждаю, гляжу. Кто-то пытается как-то противодействовать Израилю. Или там другие что-то где-то как-то. Короли там собираются. Они Нидерландов, Англии. Все пустое. Все смертные. И они умрут. Умрут. И умрут. Их будут хоронить, как воры в законе. Соберутся вокруг. Колготятся. Ничего не надо. Ну а как управлять? Ну это другой вопрос. Я говорил. Они делают сих позиций неплохое. Лишних едоков убрать. А остальными руководить. Чтоб никто не воровал. Ну понятно. Ну а по божественному-то кто они такие? Какое они имеют право моей жизнью распоряжаться? И вот размышления. Я вот смотрю старики. Там бывает разговаривают где-то пожилые. А ничего духовного нету. Ну одно слово какое-нибудь так. Ну с Богом. А о Боге-то никто и не думает. И вот сейчас так один вопрос задал Баптист о загробной жизни. Можно ли молиться умершим? Я привел 16 главу Евангелия от Луки, 26 стих. Что между нами и вами утверждена великая пропасть. Старшая, хотящая, оттуда к нам не переходит. Не могла перейти. Оттуда к нам не переходит. Ну и второе. Коринфянам 5.10. Всем нам надлежит предстать присудилище Христова, чтобы получить соответственно каждому тому, что он делал в теле, живя в теле доброе или худое. Все. Книга закрыта. Молиться-то мы молимся. Все неопределенно. Католиков там определенно. Заплатил денежку. Все. Тот вылез по грудь и напился там воды на берегу Огненной реки. А у нас ничего нету. Царство небесное. А получил нету. И батюшка, он даже не знает ни об одном человеке. Вот такому человеку, они там умер, такой-то. И вот он у Господа, душа его у Господа. А вы видели ее? Нет. И вы душу-то не признаете. И вот вечером я засыпаю, а это все свежее такое в памяти. И все это перебираешь, смотришь. И думаешь, как хорошо быть верующим. Верующим во всех отношениях беспроигрышно. Я с Богом. Сейчас вот умер. Инсульт там, инфаркт. Меокард там разное. Ну и что? Все закончилось. Все в жизни неверно. И смерть лишь одна верна. Неизменно верна. Она не забудет, придет, приголубит, обнимет, наденет свой брачный венец и жизненной сказке конец. Все. Я понимаю, вот если я умру, и сообщат, ой, как кто-то будет скорбеть, плакать. Есть такие люди. А будет кто-то радоваться, и это все пройдет. Вот о смерти человека я никогда не радовался. Никогда. Даже ярый враг убил. Я зафиксировал его. Убитый. Его нету, убили. Умер внезапно следователь у меня, прокурор умер. Я благодарю Бога за все. Чувства никакого нету. У меня и жалости нету. И нету и радости. А что радоваться? Это сам смертный. Не знаю, еще будет. Вот так. Я маленько рановато лег. После еды-то надо два часа не спать. Ну, а что-то ходить неохота уже, гляжу. Потушил компьютер. Прилег маленько. Я же встаю рано. Сегодня встал в 2.20. В 2.20. А сейчас уже 9. Вот считай, сколько у меня ушло. Ну и... Я же не ложусь никогда. Никак. Сейчас ногам своим наговариваю. Ложусь и... Ну, ноженьки мои. Только бы весны дождаться. По полю пойдем босиком. Когда меня везли в стаканчики, в машине. Зак. Нас на суд везут. Ну и большая дальше там кузов. И там за решеткой сидят сидельцы. А для меня отдельное было. Всегда отдельно. Меня с народом не садили. Отдельно. Такая маленький стаканчик. И в нем сидишь. И вот так вот мелькают сосны. И я сижу и думаю. Ноженьки мои, ноженьки. Эх! Сколько же вы проходили по лесам, по горам, по озерам, по берегам океанов. Отгуляли ноженьки мои. Теперь отдыхайте. Сам себе наговариваю, вспоминаю. Вот такое дело. Видишь, вот какие размышления. Размышления о смерти. Как Господь благословил. И как получилось, что у меня все есть. Вот две подушки. Подушки у меня. Вот какие они. Вот они какие. Подушки такие. Продолговатые. Вот она подушка. Видишь, продолговатая. А другая вот так. Вот я на эту подушку, на вторую ложусь. И головой вот так туда. И мою лысину оно закрыло. Вот так. Вот. Если жарко, я под второе одеяло залажу. Под двумя буду. А если совсем холодно. Ну, это холодно когда-то. Да, я еще вот это покрывал. А тут волки бегут. Надеваю сверху. Ну, а сегодня тепло. На улице даже капает, наверное, с крыши. Ну, еще вот это. Обязательно надеваю какую-то рубашку. Чтобы ночью, если помолиться надо, одевать себе рубаху не найдешь. А я заранее надел. Вот. Вот просыпаюсь. Но ночью ходил. Это где-то был. И где-то там я ходил. Людей много. Я начинаю искать визитки. В карманы визитки. Какие-то бумажки. А визитки нет. До того мне обидно. Я тогда встал. Вот. Взял здесь. Где-то у меня есть. Я знаю, посмотреть. Где-то здесь. Вот. Это визитки. Я где-то в карманы наложил. Думаю, если усну, и надо будет визиточки. А визитки-то вон какие. Шикарные. Визитки-то таких визиток мало у кого есть. Почему? Богатые очень. Вот. Вот Сергей Павлович Пупков заказал. Видишь, она какая-то небольшая визиточка. Вот по сравнению с пальцами. Вот какая. Батюшка крестит. Вот. А здесь с этой стороны. Почитай-ка сколько всего. И это все мы раздаем в городе. Вот ночью я кому-то говорю. Показываю книги. Ночью сплю. И вдруг нету. Визиток нету. Я встал. И скорее в карман положил. Лег спать, но уже никто у меня не просил. Видишь, как дело там стоит. Это все интересно так верующим быть. Во всех отношениях интересно. Все, однако. Лег спать. Всего хорошего. Спокойной ночи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok